Привет, я Виктор Богуцкий, школа тестирования и программирования PASV.us. Я хотел бы обсудить с вами одну очень актуальную тему, это как искать работу, что нужно делать и каким должен выглядеть процесс поиска работы. Когда вы отучились, либо когда вы уже готовы искать работу, причем лучше начинать работу, когда вы еще учитесь, тогда, когда вы еще не на 100% готовы. Сразу тут небольшая оговорка, что быть на 100% готовыми вы навряд ли будете хоть когда-нибудь, потому что когда вы учитесь, когда вы даже работаете, вы сталкиваетесь с новыми и новыми технологиями, всякими подходами и поднимаетесь как над землей и видите горизонт все дальше и дальше. Пытаться изучить все, это пытаться добежать до горизонта. Вы никогда не сможете добежать до горизонта, так же, как и не сможете изучить все технологии и даже в одной какой-то теме тестирования или программирования быть 100% экспертом во всех сферах. Самый лучший мой совет на эту тему – это сконцентрироваться и выбрать одно направление себе и стать в нем экспертом. Тогда вас будут находить компании, которым нужен именно такой узкопрофильный специалист. Тогда вы будете чувствовать себя полностью реализованным. Но вернемся к моменту, когда вы начинаете искать работу. Как это должно выглядеть? Как только вы выходите на рынок труда, то вы должны о себе как-то заявить. Вообще сам выход на рынок труда – это какое-то заявление о себе. Ресурс популярный в Америке – это LinkedIn. Рекомендую в нем сразу же зарегистрироваться, как только вы услышите это сообщение. Даже если вы не будете искать работу в самое ближайшее время. То есть, если вы будете планировать искать работу через месяц, через два, через три, все равно зарегистрируйтесь в LinkedIn сейчас и составьте о себе там небольшое резюме. Даже если вы еще не готовы, даже если вы себя убеждаете в том, что я еще не готов искать работу, мне еще рано, я еще должен изучить это, это, это. И так начинаете перечислять. Все равно сделайте профиль на LinkedIn, но не нужно писать туда места работы, где вы работали и так дальше. Пока что ограничитесь только тем, что опишите стек технологий, с которыми вы работаете, и небольшую презентацию о себе, как вы себя представляете. Давайте рассмотрим, что нужно делать в профиле LinkedIn. LinkedIn – это профессиональная платформа, где компании ищут сотрудников, где кандидаты ищут компании. Даже если вы работаете, вы все равно туда можете заходить, и туда люди заходят для того, чтобы обменяться какими-то знаниями, либо просто полистать ленту, посмотреть на всякие умные мысли, либо на котиков-собачек. К сожалению, LinkedIn – это не только профессиональная сеть, там еще есть много всяких развлекаловок, которые есть и в Facebook, и в Instagram. То есть там нужно фильтровать, и если вы туда зашли, то можете также залипнуть в ленте, листая, просматривая всякие типа полезные вещи. Но все-таки это больше платформа для поиска сотрудников и для поиска компаний. В LinkedIn вы размещаете информацию о себе, но учитывайте очень важную штуку. Прям очень-очень важную штуку. Ваше резюме и ваш профиль в LinkedIn – это не ваша автобиография. И не нужно писать в хронологическом порядке, с чего вы начинали, где вы учились, в какой семье вы родились, какие ваши были мечты в детстве, и что вы вообще любите кушать, и какую музыку, и какие фильмы любите смотреть. В своем профиле нужно разместить информацию о себе в фокусе на позицию, на которой вы ищете работу. Если вы ищете позицию тестировщика, если вы хотите устроиться на работу тестировщиком, QA, QC, QA менеджером и так дальше, то все, что вы пишете о себе в LinkedIn, должно быть направлено на продвижение вас как специалиста по тестированию, по программированию, по менеджменту, по дизайну и по другим дисциплинам. Пишите о себе только ту информацию, которая будет полезна работодателю, чтобы узнать, насколько вы хороший тестировщик. Только самое-самое важное, и ни в коем случае не нужно скромничать, потому что все ваши преуменьшения, все ваши попытки как-то быть таким скромнягой и вроде бы как не выпящиваться, возможно, из каких-то ваших прошлых ситуаций, из детства, типа там сиди не высовывайся, то в LinkedIn самая правильная стратегия – это как раз высовываться, это как раз все свои преимущества и все свои достижения выставлять на показ, потому что если вы об этом не скажете, то никто об этом и не узнает. Может быть, вы действительно мастер золотые руки, но о вас никто не узнает, если вы об этом сами не расскажете. Публикуйте о себе всю полезную информацию для будущего работодателя, а также пишите о своих достижениях. Просто перечислять «работал в компании ABC, делал раз, делал два, делал три» – это не нужно писать, потому что это банально. Так пишут все остальные, вы должны выделиться, и у вас на это есть не так много времени. Вы должны это написать, чтобы всю самую важную информацию о вас можно было прочитать очень быстро. В LinkedIn есть еще важная часть – это заголовок, в котором вы пишете в пяти предложениях о себе самое важное, что должен увидеть работодатель, либо ваши будущие коллеги, либо просто другие люди, чтобы они вас как-то идентифицировали. Такой себе ярлык, который вы навешиваете – вот невероятно крутой тестировщик. Или если вы специализируетесь в тестировании на какой-то одной деятельности, допустим, тестирование API или тестирование UI на JavaScript или на Java, то тогда вы это именно туда и пишете, чтобы те компании, которые ищут именно вот этого специалиста, чтобы они увидели как можно больше совпадений. Что касается описания тех деятельностей, которые вы делали на предыдущих местах работы. Да, естественно, все виды работы очень похожи. Вы приходили на работу, вы тестировали, а может быть не тестировали, это не имеет значения. Но в резюме и в профиле в LinkedIn вы должны написать только свои достижения. Потому что то, что перечисление ваших обязанностей – это неинтересно. Об этом никто не хочет знать. Ну, может быть, вы думаете, что все вами так активно интересуются, но если вы будете еще преуменьшать что-то, скрывать, то всем вообще все равно. Кто вы, где вы какие обязанности делали. То есть покажите себя как супермена. Есть такая тенденция, что компании хотят видеть у себя в коллективе людей, способных что-то делать самостоятельно, либо быть ответственными за какую-то часть работы. Вы должны в своем резюме и в профиле в LinkedIn, везде, где только можете, писать о том, что вы можете сделать, насколько вы ответственный, но просто писать – ответственный человек. Так не нужно. Ну, это тоже неправда. То есть опишите пример. Пример – ответственность. Когда вот, допустим, вам поручили сделать какой-то модуль или вы проявили инициативу, это уже раскрывает слово «инициативность». Если вы будете просто писать ответственный, инициативный, пунктуальный или какой-нибудь отзывчивый и прочее, это общие слова, которые никак вас не характеризуют. Просто налепили пунктуально отзывчивый, ответственный и еще какие-то другие. Можете написать в комментарии какие-то есть. Такие еще есть варианты обобщения. Также подумайте, как можно привести пример того, что вы действительно являетесь пунктуальным человеком, о том, что вы, допустим, приходите на работу за полчаса раньше для того, чтобы подготовить окружение, для того, чтобы проверить баги и так дальше. Также, если вы говорите, я переживаю за то, как компания будет развиваться, каким образом вы повлияли на это, какой вы вклад на это оказали. Может быть, вы менторили джуниор-разработчиков. Может быть, вы проявили свою инициативу в написании документации, если не было. Может быть, вы улучшили какую-то интеграцию ваших тестов с Continuous Integration. Может быть, вы проявили какую-то инициативу и наладили какой-то новый процесс в коммуникации между вами, отделом support, разработчиков и так дальше. То есть, покажите пример. Резюме – это место, где нужно показывать свои достижения и раскрывать их, а не просто кратенько-кратенько. Есть мнение о том, что резюме должно быть на одну страницу. Да, хорошо бы, чтобы оно уложилось на одну страницу, но представьте себе, что вам есть что сказать. Поэтому, если вам есть что сказать, то пишите об этом столько, сколько нужно. Если на это потребуется 5-7 страниц, напишите его на 5-7 страниц, описывая ваши достижения. Пускай оно не нравится каким-то рекрутерам, когда говорят, «Напишите резюме на одну страницу». Хорошо, если вы его напишите, если вы сможете настолько кратко всё изложить, либо у вас есть такие козыри, что вы работали в Apple, Facebook, Google и так дальше, Cisco, Netflix и так дальше. Да, это будет лучшее подтверждение. Но если вы работали в какой-то неизвестной компании, либо вы работали только на каком-то одном проекте, даже волонтерили, то нужно писать о том, что вы там делали, какое достижение вы принесли, какую ценность вы принесли в компанию, как вы помогли компании заработать больше денег. Потому что компании существуют для того, чтобы зарабатывать деньги, и вы приходите в компанию не для того, чтобы там самим заработать. Ну да, это ваша личная, конечно, корыстная цель, но компания вас берёт на работу для того, чтобы вы пришли туда и помогли ей, этой всей организации, зарабатывать больше денег. Когда вы пишете о своих достижениях, учитывайте этот факт, приводите примеры, приводите примеры в цифрах, если это можно, приводите примеры в деньгах, если ваша деятельность как-то повлияла на сохранение, либо, допустим, наоборот, как-то косвенно помогла компании заработать больше денег. Тестировщики напрямую связаны с этими цифрами, и если вы посмотрите на свои предыдущие работы, либо на свои предыдущие проекты, в которых вы участвовали за деньги или волонтерили, то вы увидите, какое влияние ваша деятельность туда привнесла. Если вы чувствуете, что вы сейчас находитесь без опыта, либо вы, наоборот, преуменьшаете свои прошлые достижения, то вам нужно приложить все усилия. Если у вас нет опыта, то вам нужно этот опыт получить, поучаствовать в проекте, внести вклад в какой-либо проект, в нём активно поучаствовать несколько месяцев, чтобы получить необходимое представление. Если вы уже где-то работали, то нужно пересмотреть вашу деятельность и найти в ваших прошлых работах всё то, что можно написать с точки зрения достижений. Не просто декларации. Декларация. Писал, смог и regression test. Это неинтересно. Это нудно и банально. Пересмотрите своё резюме, и всё, что вы пишете там, должно вас продавать. Вы товар, вас покупают на какое-то время. Вам платят за ваше время. Ваше резюме – это не автобиография. Мне очень нравится пример водителя трамвая, который не связан ни с тестированием, ни с программированием. Вы работали трамваем или, допустим, вахтёром, и вы считаете, что это была очень важная часть вашей жизни. Вы посвятили очень много времени этой работе. И сейчас хотите перейти уже в айтишную сферу, то писать о том, что вы работали вахтёром, водителем трамвая, либо просто сидели дома, или даже занимались фрилансом, потому что фриланс – такая тема немножко странная, то об этом писать не нужно. Либо вы это просто вычёркиваете из своего резюме, потому что на позицию тестировщика этот опыт нерелевантный. Нерелевантный опыт писать не нужно. Он вообще не должен быть в вашем резюме. Только если вы считаете, что на будущую позицию, в какую-то конкретную компанию, вам действительно нужен именно этот опыт. Компания, например, занимается какими-то медицинскими вещами. Вы в прошлом работали где-то в медицине, были медсестрой, медбратом, доктором, фармацевтом, и вы идёте в компанию, какой-то интернет-магазин медицинских товаров, то да, вы можете туда указывать, и об этом нужно говорить. Вы говорите, а вот ещё у меня есть опыт вот такой-то, такой-то. Пожалуйста, внимательно рассмотрите мою кандидатуру, потому что я знаю и тестирование, и у меня есть опыт в медицине, поэтому я эту тему знаю. Это будет очень полезно на вашей работе. Я могу принести вам большую пользу. Пишите о себе всё то, что показывает ваши достижения и показывает вас с наилучшей стороны. Ни в коем случае не нужно скромничать. Скромность просто выключаем, и пишите о себе так, чтобы вы сами были горды собой. Переходим к следующей части. Написали резюме, опубликовали его в LinkedIn. И если всё сделано правильно, если вы написали о себе всё с позиции достижений, если вы написали о себе без скромности, если вы написали о себе так, что вы читаете ваше резюме, и думаете, какой классный человек, вот надо бы ему написать, либо, может быть, попробовать пригласить на собеседование, ну, хотя бы поговорить с ним, может быть, позвонить, услышать чудесный голос такого выдающегося специалиста. Тогда к вам будут обращаться, писать лишние сообщения рекрутеры, тогда будут делать запросы в друзья, тогда вам будут звонить, и это всё приведёт к тому, что вы будете ходить на собеседование. Это очень важная часть поиска работы – собеседование. Но чтобы получить больше собеседований, вы должны быть заметны. И работать над поиском работы нужно очень усердно. Первое. Вы отучились, вы набрались знаний, вы набрались навыков, но другой навык, который вам нужно получить – это навык поиска работы. Навык коммуникации с рекрутером, навык коммуникации с техническими интервьюерами, навык коммуникации с менеджерами, может быть, вам даже придёт основатель компании, если это стартап, то они часто коммуницируют с новыми кандидатами для того, чтобы понять вообще, подходят ли они по духу, послушать их, поговорить тоже правильно с их стороны. Когда вы будете общаться с рекрутерами, когда вы будете нарабатывать этот опыт, то за время этого процесса вы поймёте основные паттерны, вы поймёте основные сценарии, как происходят эти разговоры. Когда у вас будет рабочий профиль, то вам нужно делать ежедневную большую работу. Наряду с тем, чтобы ещё учиться, набираться новых знаний, новых навыков, вам нужно ещё работать над тем, чтобы привлекать к себе внимание и заводить новые коннекшены, новые связи с компаниями, с рекрутерами. И это нужно делать очень интенсивно. Если у вас нет ежедневно 5 или 10 звонков, входящих к вам, входящих к вам, значит, вы первую часть не доделали, значит, вы там не доработали. Рассчитывать на то, что вот эти один звонок, два звонка в неделю вас приведут к какому-то результату, это глупо. Это просто глупо. Ожидать, что вам звонит 2-3 человека в неделю, что у вас будет достаточное количество интервью, чтобы через месяц уже выйти куда-то на работу. Представим себе ситуацию, вам не звонят. Вы что-то там, может быть, неправильно сделали. Или вдруг вы думаете, что правильно сделали, но на самом деле вы написали всё в каком-то декларативном стиле, всё очень скучно, очень непрезентабельно, принизили свои возможности или написали, что у вас только 2 недели опыта и готовы работать за еду. Прочитав такое резюме, вас навряд ли куда-то пригласят. Не хотят работать с людьми, которые принижают свои достижения, не хотят работать со скромными, с молчаливыми и, в общем-то, с такими тихарями. Люди, которые просто тихонями, назовем их тихоней. Входящие звонки. Когда вам будут звонить, с вами будут общаться, будут спрашивать, расскажите о себе и в этот момент вы начнёте разговаривать на английском, даже если вы не разговаривали. Начнёте разговаривать на английском, разговаривайте так, как можете. Ни в коем случае не кладите трубку первыми. Не нужно сбрасывать, вам позвонили, у нас, кстати, был случай на буткемпе, девушке позвонили, она так распереживалась, типа вот-вот-вот такой момент и сбросила, сбросила разговор. Это было всё в общем зале, поэтому я говорю, что произошло? Она говорит, ну, я переживала, я сбросила. Я говорю, давай, перезванивай им назад и начинай общаться с ними заново. Потому что вы начали искать работу и вы не выключаете свой профиль, вы не выключаете свой телефон, вы всё время находитесь в этом процессе. Даже если вы устроились на работу, даже если вы получили хороший вроде бы оффер, то не выключайте профиль в LinkedIn. Продолжайте отвечать, продолжайте коммуницировать, продолжайте добавлять рекрутеров к себе в коннекшены, продолжайте тренироваться, проходить интервью и также продолжайте учиться. Вы всё время должны находиться в этом процессе. Если вы остановитесь и что-то одно из этого делать не будете, то постепенно вы будете деградировать, отставать, отставать, отставать. И в какой-то момент, когда вам уже нужно будет что-то сделать, вы почувствуете, что вы это сделать не можете. Следующая часть, это когда вы будете получать звонки, вам нужно с ними общаться и продвигать ту же самую идею, что вот я ищу работу, я хороший специалист, давайте назначать следующий уровень интервью. Вас будут спрашивать разные вопросы, через несколько интервью вы поймёте, точнее, это не интервью, это просто такие прозвоны. Через несколько этих прозвонов вы поймёте, о чём спрашивают, будете говорить всё лучше и лучше. И ещё мой вам совет, не нужно готовить текст и зачитывать его с бумажки. Этого делать не нужно. Вы можете приготовить себе текст, основные его тезисы понять, но когда вам будут звонить, вы закрываете все свои записи и говорите по памяти, потому что люди, когда читают с бумажки, это чувствуется и выдаёт непрофессионализм. Не читайте с бумажки, вы можете написать какой-то рассказ о себе, но потом вы его закрываете и говорите так, как считаете нужным. Можете даже не писать, если вы чувствуете, что у вас более-менее слова связаны, то говорите так, как вы чувствуете. Сколько должно быть звонков в день, чтобы считать, что продуктивность, что ваша продуктивность, она хорошая, что вы правильно ищите работу. Должно быть не менее 10 входящих звонков в день. Тогда можно сказать, что вы находитесь в нормальном рабочем состоянии. Помимо этих звонков, вам нужно делать ещё самим действие. Вам нужно добавлять рекрутеров в коннекшене в LinkedIn. Вам нужно им писать, может быть, даже незнакомым людям, в LinkedIn, тем профессионалам, которые работают в вашей сфере, которые работают в других компаниях, и спрашивать, может быть, вы ищите специалиста, ищу себе в команду, вот я тут, давайте пообщаемся, проявляете инициативу. Это нормально. Так делать можно и нужно. У вас есть не менее 10 звонков в день, в зависимости от, вы сами звоните, вы сами пишите сообщения в LinkedIn, общаетесь. Таким образом, вы увеличиваете количество разговоров в течение дня, отправляете им резюме, и эти действия приводят вас к тому, что вы обеспечиваете себе несколько технических интервью в неделю. Техническое интервью, это значит, не просто поговорили, это когда с вами связывается технический представитель компании, и с вами обсуждает, типа, а как, вот допустим, сделать это, а как сделать это, а давайте решим какую-нибудь алгоритмическую задачу, а давайте пофантазируем на эту тему, что могло бы быть тут, а давайте расскажите, как бы вы с этим справились, и так дальше. Вопросы могут быть какие угодно, приготовиться к ним ко всем тоже нельзя, знать их или даже попрактиковать их, вы тоже за всю свою жизнь можете не успеть, так что приходите на эти интервью и экспериментируйте. Важно, важно, очень важно на всех стадиях интервью это сохранять позитив, улыбка, это сохранять положительный настрой, не грубить, это прям ни в коем случае, никаких религиозных, расовых и прочих всех разговоров никак не затрагивать, даже не полномёком, потому что вы не знаете, насколько странные бывают ребята, так что постарайтесь просто об этом не говорить, они в свою очередь об этом не скажут, только если вы что-нибудь не ляпнете. Продолжаю рассказывать про техническое интервью. В техническом интервью вас будут проверять не только как человека решалу, как он будет решать какие-то задачи, но ещё как вы справляетесь с трудностями, как вы себя ведёте, вот ваше поведение, как вы с этим справляетесь. Вы нормально относитесь к каким-то сложным, непонятным задачам, или у вас сразу паника, всё, закрылось, вы уткнулись в уголок и всё. Если вы адекватно воспринимаете неизвестные вам задачи, то это вам плюс. Конечно, на интервью вы можете получить задание, которое вы знаете, и вы такие сразу, о, я его знаю, я сейчас его быстренько решу, но на интервью иногда бывают задачи или вопросы, которые вы раньше не знали и никогда с ними не сталкивались. Интервьюер мог их придумать сразу на ходу за две минуты до начала интервью. Он нигде это не скачал, не подсмотрел, просто взял, сам придумал. И ваша задача на этих уровнях уже переспрашивать и коммуницировать. Но если вы уже приходите на техническое интервью, значит вы в своей деятельности по поиску работы делаете всё правильно. Обеспечьте себе несколько технических интервью в неделю, после этого уже можно будет говорить о том, что вы ищете работу правильно. Ещё один мой совет, вам сразу скажу, что воспринимайте поиск работы, процесс интервью, как процесс отказов. И идите на интервью, как на практику. Если вы будете думать, что вот я иду в эту компанию, это компания моей мечты и всё прочее, возможно волнение вас будет сбивать и так дальше, все другие какие-то мысли, просто идите и будьте спокойны. Идите на это интервью, осознавая, что вам уже отказали. Это будет вам помогать себя спокойно чувствовать и вы будете там отвечать нормально, спокойно и правильно. Идите на интервью, осознавая, что вам уже отказали, без надежд, надежды сразу можно с собой не брать. Ходите на интервью, если у вас есть несколько технических интервью в неделю, через какое-то время вы начнёте уже тоже понимать сценарий происходящего на этих интервью и вы будете чувствовать себя намного проще. Сколько нужно интервью, чтобы найти работу? Вообще достаточно одного-двух интервью для того, чтобы получить оффер. Но если вы претендуете на какую-то сложную позицию, либо это деятельность, где вас выбирают со всех сторон, просматривают, просвечивают, то вам придётся походить на большее количество интервью. Если вы адекватный, позитивный и ещё хорошо разбираетесь в предмете, пускай даже теоретически, то у вас есть много шансов получить работу, потому что очень мало адекватных людей, это правда, прежде всего смотрят на софт-скиллы, так что вам нужно будет пройти какое-то количество технических интервью, прежде чем вы поймёте, разгадаете этот сценарий поведения, их, ваше поведение, успокоитесь, будете уже отвечать уверенно. После этих интервью, если вдруг вам отказали, либо просто вы проработаете список вопросов и сможете потом на следующих интервью уже чувствовать себя более уверенно. Что ещё могу сказать вам напоследок? Когда вы будете проходить интервью, вам будут отказывать. Это нормально. Это очень нормальный процесс. Вы не подходите в компанию. Может быть, они искали кого-то другого. когда вы уже станете хорошим специалистом, то и вы будете тоже выбирать компанию, смотреть, а хотите ли вы там работать или нет. Уже сами будете тоже носом крутить. Когда вы будете проходить эти интервью, вы должны понимать, что все отказы, которые вы получаете, это ваши тренировки. Это ваши тренировки и выходите на эти интервью только ради тренировки, только ради того, чтобы прокачать свои навыки. Когда можно сказать, что что-то идёт не так? Когда вы получите 20-30 отказов после технических интервью, ребята, после технических интервью, не после первых прозвон, алло, вы кто? Нет, спасибо, вы нам неинтересны, а именно после технических интервью. Когда у вас будет 20-30 технических интервью, если вы после этого получаете отказы, значит, нужно задуматься над тем, что вы не прорабатываете вопросы, которые вам задают. Вы каждый раз, их получая, отвечаете неправильно. Так что делайте работу над ошибками, такой анализ после действия. Желаю вам удачи в ваших поисках. Если у вас будут какие-то вопросы по процессам и всё остальное, пишите, пожалуйста, в комментариях, либо вы можете найти меня или нашу компанию, можете написать, присоединяться к нам на курсы. У нас, кстати, есть курс подготовки к интервью на английском языке, очень полезный для наших коллег, наших земляков, мигрантов, которые ищут работу здесь, чтобы раскачать навыки самопрезентации, чтобы раскачать навыки технических вопросов, ответов и также помочь в составлении нормального работающего резюме. Мы, кстати, резюме не делаем за студентов, студенты делают свои резюме сами, они сами ответственны за то, что они там пишут. Мы только помогаем и говорим, как это правильно сделать, помогаем проанализировать те места, которые написаны плохо, мы даём советы, как это лучше переделать. То есть студенты всё, что они делают, они делают сами и они сами ответственны за свой успех либо за свои какие-то неудачи. Если вы будете делать всё правильно, то у вас будет получаться с каждым разом всё лучше и лучше и в какой-то момент вы увидите, что всё это делается очень просто и нет какого-то такого волшебства, что вы всё можете сделать и всё по себе. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!